Освоить растопку печи дровами. Обустроить этот недострой в дачном посёлке в Киеве. А ещё научиться продавать личные вещи через интернет, чтобы иметь деньги на продукты. За сколько хочешь отдать? Ну, евро, полтора. Все эти задачи в последние четыре месяца пришлось решать семье Екатерины Швец. Они были вынуждены уехать из Крыма из-за своих проукраинских взглядов и отсутствия денег. До референдума в Крыму семья зарабатывала тем, что сдавала жильё туристам и была весьма зажиточной. У нас остались там три дома на южном берегу Крыма, в Мисхоре. У нас всегда тепло, пальмы, море, горы. До переезда Екатерина хотела обменять часть крымского жилья на дом в Киевской области. Но покупатель воспользовался несоответствием российского законодательства украинскому, получил собственность дом Екатерины в Крыму, а отдавать свой отказался. Не удалось продать и оставшиеся в Крыму дома. Стоимость превышала миллион долларов. Наша недвижимость была на начало аннексии. Сейчас больше, чем 50 тысяч долларов за нашу недвижимость не дают. Общественная организация «Крымсос» получила уже более тысячи обращений от жителей полуострова. Люди боятся продавать свою недвижимость по российскому законодательству, как того требует новая власть. Много вопросов по частным домам и ещё больше по земельным участкам. Есть проблемы с несоответствием законодательных норм Украины и России. Не принимают там украинские документы. Их нужно перерегистрировать. Но, в свою очередь, все действия, которые совершаются с этими документами, все акты, которые выдаются на оккупированной территории, они не признаются украинским законодательством и государством. Юристы рекомендуют людям ничего не предпринимать со своим имуществом в Крыму. Но выполнить эту рекомендацию Екатерина вряд ли сможет. До референдума она хорошо зарабатывала как кинезиолог, помогала восстанавливать здоровье детям с родовыми травмами, взрослым после инсульта. Пациентов в Киеве пока нет, а за аренду жилья нужно платить уже в мае. Женщина вынуждена была выдать доверенность знакомым на продажу части своего имущества в Крыму.